Военный оркестр перед входом в музей, выставка оружия в вестибюле, мастер-класс по сборке-разборке автомата и тематическая фотозона. Именно так начиналась необычная выставка. Посетители могли увидеть дембельские альбомы, значки и награды, военную форму разных родов войск, плакаты, открытки, солдатские блокноты и письма военнослужащих Советской Армии. На ней также представлены предметы из фондов Брестского областного краеведческого музея и частных коллекций. Это экспонаты из фотодокументальной и документальной коллекции. Коллекции, книги, прикладная графика, графика, ткани и одежда, технические средства и приготовления. Мы традиционно к Дню защитников Отечества ежегодно презентуем либо новый выставочный проект, либо культурно-образовательный проект. В этом году мы решили сделать выставку, посвященную военнослужащим Советской Армии, которая потом переросла в более масштабный проект. Все начиналось с идеи показать дембельские альбомы. Это уникальная такая военная субкультура, которая была характерна именно нашей армии. Но выставка разрослась, дополнилась новыми экспонатами, благодаря и нашим брещанам, и помощи военного комиссариата Брестской области, 38-й отдельной бригады. Поэтому с этой выставкой одновременно мы презентуем большое мероприятие, посвященное этому празднику Дню защитника Отечества. В нем помогают нам и военные, и волонтеры. Будет театрализация представлена, будут петь военные песни, ну и сама презентация выставки пройдет. Изначально выставка планировалась исключительно как презентация такого интересного явления армейской субкультуры, как дембельский альбом. Работники музея обратились к жителям города. Многие откликнулись, принесли предметы и вещи, связанные со службой в армии. И выставка разрослась. Сейчас на ней представлено более 200 экспонатов, в том числе 150 исходов музея. Около 70 передали брещане и военнослужащие. Без их помощи это мероприятие не было бы таким ярким и красочным. Вспомнить историю молодежи. Здесь в экспозиции представлены так называемые дембельские альбомы, хотя, может быть, это неправильно так принято, потому что история так называемого дембеля уходит своими корнями в далекое прошлое. Наверное, сейчас не стоит повторяться. И молодые люди, которые приходят сюда, кадеты, они, конечно же, им интересно рассмотреть старые фотографии. Тот, кто это представлял здесь, тоже интересно вспомнить свою молодость, показать, как было, как говорится. Ну, а все, в принципе, у нас направлено на то, чтобы в человеке воспитать именно защитника отечества, своего отечества. Для того, чтобы воспитать его, его надо научить, наверное, любить свою родину, любить свое отечество, знать корни, откуда мы пошли. И вот символично глубоко, что это проходит именно в Краеведческом музее, где представлена история нашего края. Помимо знакомства непосредственно с экспозицией, посетителей ждало театрализованное выступление «Проводы в армию» и музыкальный номер «Дембельский поезд». Стиль пустого. Мурм, это прекрасная новость. Наконец-то ты станешь сыном настоящего мужчины, тем более у нас целая династия. Выставка «Дембельский альбом» в областном Краеведческом музее будет работать до марта. Те, кто ее уже посетили, сошлись во мнении. Экспозиция будет интересна и тем, кто служит или уже служил в армии, и тем, кто только собирается исполнить свой воинский долг.